Сейчас, наверное, под низ посмотрим, как там внизу дела обстоят. Мы же еще снизу ее не снимали ни разу. Секунду. Спустился в яму. Вот так вот, ребята, выглядит двигатель, трансмиссия, раздатка, привода, рычаги, подрамник автомобиля, который прошел 205 тысяч километров под США. Найдите мне хоть один автомобиль в странах СНГ, который после 200 тысяч километров будет выглядеть так же. А я вам скажу, что не найдете, потому что он будет весь в говне, в грязи. Вот привода. На секундочку, вот резинка приводов. Да, есть коррозия, но, блин, 7 лет, 200 тысяч километров. Как вам? Как вам, ребята, 8, почти 8. Ну, через полгода 8 будет. Вот, смотрите. Вот так вот выглядит машина. Да, есть какие-то нюансы, есть. Но это же не новая машина, правильно? Царапки на рычагах. Рычаги еще родные стоят, стойки родные. Все родное. Саленблоки. Состояние саленблоков. Сейчас наведемся, сфокусируем камеру. Ну, да, есть трещинки. Ну, ребята, 200 тысяч километров. Она как поедет по нашим дорогам, она охренеет. Стоечки родные еще до сих пор. В общем, сейчас мы на вот эти все дела, значит, защита ставится на вот эти клипсы. На вот эти клипсы. И прикручивается вот сюда. Раз и два саморезик. Болтик, вернее, винтик. Вот. Ну, а так, в принципе, вот наша любимая коробочка. Вот, 0,9М. Ну и все. И вот сюда, вот чтобы закончить бампер, уже вот эту вот губу надо прикрутить на защиту двигателя. Крутится все на саморезы. Все просто, все понятно. Снимать уже это не буду. Вот, значит, что хотел сказать. Подписывайтесь на канал, конечно же. Ставьте лайки. Будет еще много интересного. Смотрите мои прошлые видео. Палец вверх. Всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.